здравствуйте дорогие друзья сегодня собираюсь снять такое давно обычное видео о текущем состоянии моей коллекции ножей коротким не получится поэтому устраивайтесь поудобнее налить себе чаю кому это интересно и можете смотреть лучше если на большом экране телевизора маленький такой дискламер сразу хочу сказать что то что я сегодня покажу это далеко не все ножи которые у меня есть то есть речь идет именно о коллекции складных именно ножей которые вот именно я считаю на своей коллекции то есть это те ножи которые я почему-то хотела каким-то образом когда то они мне достались и очень мне как-то нравится сразу же хочется сказать что обычно цель съемки таких видео не только похвастаться но и обеспечить коллекции определенную ротацию поэтому где-то я возможно буду говорить какие-то цены где-то просто обозначить что тот или иной нож может быть мной обменен на какие-то интересные для меня личные варианты обозначить какие варианты могут не быть интересными но это не обозначает что только то что я скажу может быть неинтересным потому что варианты в общем неинтересно достаточно безумные единственное чего прошу сразу не предлагать это ну если не заявим на другое так скажем да это попыток обменять допустим один какой-то дорогой нож на кучу каких-то разномастных дешевых то есть в рамках коллекционных каких-то вещей например если у меня за какой-нибудь нож который я покажу предложите несколько гриптилионов к примеру да которые я коллекционирую такой вариант возможен а вот если мы с вами будем разговаривать о том что мне например за ну там не знаю за какой-нибудь нож ворон предлагается шесть разных ножей из дешевых серий компании керша и спайдерка то ну давайте лучше просто не будем тратить время друг друга я оставлю под этим видео свой электронный адрес не все любят общаться по таким поводам в комментариях пожалуйста пишите будут очень такие интересные выходные когда я готов много времени посвятить такому общению поэтому давайте будем связываться друг с другом а вось если ротация будет какой-то значительно я через две-три недели когда все до меня доедет буду готов снять еще одно такое видео чтобы показать что из этого получилось начнем из вот такого ножа который не вошел у меня сумку с ножами как и два следующих которые я покажу это викторинокс про hunter на самом деле несмотря на то что это не особенно какой-то коллекционно ценный нож но для меня он обладает личной такой ценностью мне его в свое время привез прямо из швейцарии из фабрики викторинокс мой отец поэтому этот нож никуда двигаться не будет точно такая приятная для меня лично вещь почти никогда не пользуюсь но это нож который вот я беру в руки и все время думаю про своего отца это очень такой приятный на самом деле подарок очень прикольный ножик вот есть на него обзор у меня на канале нож такой достаточно интересный всем кто любит такие классические ножи условно охотничьи складные то прям рекомендую обратить внимание потому что компания викторинокс делает все со своим неизменным качеством так скажем второй нож который тоже не лежит у меня в сумке лежит вот так вот отдельно это прототип вот такой вот ножа калибр от компании vknife дизайн ивана брагенца ну я недавно снимал такое небольшое блогерское видео думаю что подписчики канала знают об этом ноже потому что достаточно часто в кадре его показываю скажу так во первых это один из первых двух прототипов которые были присланы автору этого ножа во вторых у него на клинке ну это скорее наверное минус а не плюс но тем не менее у него на клинке стоит не стали с 35 вен как на производстве ножах а 8 chrome 13 молебден ванади более дешевый но зато у нее есть вот такая авторская заточка прям автор этого ножа точил я ножом пользуюсь аккуратно поэтому в правке этот нож не нуждался вот нож на самом деле прям огонь в этом смысле и еще одна его особенность которую после последнего видео раскрыл мне иван она заключается в следующем вот с таким вот пурпурным скажем так анодированием рукояти этот нож вообще существует в единственном экземпляре дело в том что именно вот такое анодирование в серию не пошло вот второго ножа такого просто нет в принципе честно скажу не знаю какие деньги подвигли бы меня расстаться с этим экземпляром потому что действительно очень редкий нож вот и будет становиться наверно все более ценным потому что модель не такая старая и пара лет но тем не менее как бы в общем это действительно такая редкость авторская так скажем но тем не менее предлагайте что-нибудь если может быть вы мне чем-то заинтересуете я может быть поменяюсь а может быть просто продам этот нож правда пока даже предположить не могу за сколько могу вам только сказать что производственная модель такого ножа ну стоит сейчас порядка 18 тысяч рублей поэтому нужно понимать что наверно такой прототип стоит гораздо дороже и третий нож который тоже лежит у меня в коробке это часто бывающий у меня в кадре ворон мастерской александра чебуркова нож который был кастомизирован ашотом окопианом в свое время нож 2014 года выпуска есть чем подробные обзоры я здесь не буду долго его показывать потому что мы все так такую обзорную коллекцию делаем вот про каждый нож в общем есть видео безусловно подробно это в общем очень интересный такой кастомный ножик 125 грамм всего весит при длине клинка аж в 11 сантиметров ну в общем короче говоря очень такая необычная модель нравился мне этот нож очень долгое время был моим любимцем но потом как-то впоследствии ну что ли я наверно вырос немножко из таких ножей не стали нравиться ножи немножко покороче немножко другие вот этот ножик я ну либо бы наверное сменял бы на что-нибудь сопоставимой ценности если меня это заинтересует и он может быть продан за 35 тысяч рублей тем кто сейчас начнет кричать как это делают на где-нибудь в контакте на гонзе что блин это неадекватная цена на этот нож ребята я его покупал в четырнадцатом году за 800 долларов сейчас подаю за 500 дешевле просто не отдам пусть он лучше будет у меня вот такой примерно мой подход к этому ножу вообще на самом деле очень красивый ножик очень интересный по-своему но это действительно нож который существует в таком виде в единственном экземпляре так сказать рукотворный кастом с ними естественно вместе есть ключ вот такой вот кожаный чехол информационный листок какие-то вещи они кстати без коробки продавались ну и теперь давайте полезем сумку меня на самом деле тут просили показать у меня вот такая вот сумка как-то очень долго в свое время шли разговоры о том что мне пришли какие-нибудь таких кастомных интересных суммах на обзоры которые потом останутся у меня но так это не сложилось у меня такая простая сумка от корпорации кай и так бенчмейт 761 один из моих любимейших ножей этого производителя при этом что редко это любимый мною нож который при этом не имеет какого дизайнера то есть это нож который рожден внутри компании бенчмейт у меня в свое время по обмену мне достался этот нож first production 670 из первой тысячи этих ножей в общем тут сказать про этот нож в общем просто действительно один из любимейших м390 вот в той самой еще бенчмейтовской термички знаменитой которая в свое время гремела на баражах титановая полностью рукоять титановая же клипса сделан специально для этого ножа офигенного такая симпатичная фурнитура в стилистике этого же ножа выполненная это действительно такой резак с довольно высокими спусками в общем отличный нож прекрасно сидит в руке великолепно смотрится очень красивый на мой взгляд честно признаюсь эти ножи вообще на рынке имеют как мне кажется довольно неадекватную стоимость бенчмейт как бы так просто потому что они очень симпатичны свое время наценили их похоже как надо то есть стоят они прям довольно таки дорого тут еще фест продакшн честно признаюсь я не очень готов расстаться с этим ножом но если кому-то прямо очень интересно получить такой то как минимум я его не отдам дешевле чем новые ножи подобные стоит он с другой стороны скорее всего я вообще не очень заинтересован продавать его в деньги разве что предложить какой-нибудь очень интересный обмен теперь рядом же с ним после 761 ножа как неудивительно у меня есть 760 модель а это намного более старый нож в общем титановый тантофолдер от боба люма еще в свое время то есть видите вот здесь есть прям люмовский значок на клинке это действительно очень такой старенький ножик находится он в хорошем состоянии но естественно карман это не минт этим ножом пользовались он по моему даже наверное был переточен я так думаю да вот сталь cpm 4 у этого ножа с покрытием сделано то есть здесь действительно такой вот действительно интереснейший тактический фолдер для тех кто такие ножи любит и кто вообще в принципе знает историю тут действительно такая модель она прям с историей конкретно это очень такой любопытный нож есть прям коллекционеры есть люди которые коллекционируют вот в вариации вот этого фолдера вот я к таким людям не отношусь дело просто в том что я не очень люблю в повседневной эксплуатации саму по себе вот эту танто геометрию признаю лишь что для каких-то задач она очень удобная но просто у меня этих лично задач нет поэтому тоже сменяю продам насчет продам цены рыночные насчет меняю как бы предлагайте что-нибудь ну что как вам кажется может меня заинтересовать адекватное такое то есть принципе такой любопытный нож он достаточно редких не так чтобы очень много продается но зато они в принципе время от времени за пусть и не очень адекватные деньги но продаются даже в минтовом состоянии это нож рабочий то есть пользоваться вот поэтому можете посмотреть весьма достаточно любопытная штука далее очень смешно что вот этот нож который я сейчас покажу все еще лежит у меня в сумке ему бы вообще на самом деле место в коробке с ножами которые уже коллекции не называются но тем не менее он такой довольно странный экземпляр это нож хеклер коха с центр называется он так поближе покажу потому что правда очень необычная штуковина необычная загона в чем несмотря на то что это довольно дешевый нож то есть хеклер кох вообще недорогая серия в принципе но у него есть отметка том что это фест продакшн рад усугубляется необычно с тем что это один из редких нож ножей производства компании бенчмут который я в своей жизни видел который сделан в китае не на американском заводе бенчмут то есть у него есть пометка том что он сделал в китае сделан из стали девять хром 13 то есть это еще настолько старые ножки времена когда еще не 8 хром 13 малибда на ноги использовали на китайских ножах а вот именно ее девять хром 13 то есть это вообще очень такая необычная штуковина очень небольшой цены то есть если вы такой ну скажем так совсем не богатый коллекционер но вам хочется какой-то такой экзотический нож действительно вот там с такими пометками о том что он произведен там что-то первая тысяча этих ножей даже первые 500 это 127 нож из 500 то можете обратить на него внимание я свое время купил его на форуме ганзру за 3000 рублей за столько бы и продал потому что никогда не пользовался по сути дела снял обзор как-то все думал что начну пользоваться но у меня уже в то время в качестве рабочих ножей были гриптилианы и вот этот нож как-то в ход не пошел на самом деле по своим потребительским свойствам нож очень похож на крысу кстати покажу как переточен за точно так прям интересно в зеркало хорошо то есть нож действительно очень похож на крысу может быть кстати на крысу бы я его и махнул выпускай бы она у меня была снова вот примерно так то есть такой любопытный ножик можете рассматривать его как если хотите что-то получить там в довесок за какой-нибудь интересный экземпляр ну как бы кажется вам что вы взяли за него у меня такой-то нож ну понимаете что как бы как-то это немножко простого то будет ну отдам довесок тоже вариант такой есть хотя он редко коллекционеров интересует но теперь нож от другого производителя тоже очень мною любимого это нож sr-22 от компании lion steel был мне подарен свое время честно признаюсь вообще не знаю чтобы меня побудило с ним расстаться вот очень такой прикольный ножик очень люблю его держать в руках очень люблю когда он висит у меня на кармане очень люблю им пользоваться то есть во всех смыслах очень хороший нож вот при этом это нож ну сравнительно недорогой и он не особенно чтобы редкий в магазинах то есть потому что это очень достаточно новая модель поэтому не знаю совершенно не хотел бы его продавать дешевле чем собственно говоря такие ножи можно приобрести где-нибудь в магазинах менять его на что-то но тоже не знаю только при каком-то очень таком неожиданным и интересным для меня предложение но что самом деле отличный всем рекомендую обратить внимание хорошая такая машина на канале есть обзор естественно можно посмотреть далее китайский нож real steel knives у меня в коллекции вот такой вот существует это рогач тоже дизайн ивана брагенца уже 2 ножик у меня в коллекции такой есть не очень необычный фолдер охотничьего характера который его нам был сделан именно по мотивам охотничьих складных ножей европейских таких так скажем да и советские ножи тоже были такого плана есть крюки для извлечения гильз ружейных вот такой вот мозаичный карбон очень красивый на этом ноже при этом очень интересная идея того что выборки в титане сделаны именно под накладками они внутри ножа то есть как бы нож на самом деле гораздо легче чем выглядит прям гораздо действительно легче такая его основная особенность но при этом как бы такой вот именно охотничий фолдер такой с рядом интересные особенности можно посмотреть обзор но тоже скажем так не особенно жажду с этим ножом расстаться хотя как бы если вам это почему-то будет интересно то пожалуйста вы ком делайте предложение я подумаю на этот предмет real steel нож такой довольно дорогой для ножей real steel по-моему если не ошибаюсь кажется 200 что ли 30 долларов ему цена новому что-то вот такое и так приблизительно продают и как бы для меня это нож конечно имеет определенную ценность потому что тоже бы у меня получено от автор на обмен еще один нож американской компании бейджмэйт это мы так наверно плавно подходим к тому что я хотел бы выменить в каких-то ситуациях это шестьсот тридцать пятый бейджмэйт мини скирмиш вообще дизайн скирмиша нила блэквуду это такая моя давняя очень страсть но должен сказать что у меня долгое время был скирмиш большой и честно говоря как то так получилось что вот он у меня на кармане не прижился а вот именно мини скирмиш это прям один из моих любимейших ножей вот все мне в этом ноже нравится и как он выглядит и как он сделан в общем действительно очень 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 прикольный ножик прям вообще такой очень очень интересный собственно говоря если будете делать мне какие-то предложения о ножах я бы рассматривал такие варианты именно мини скирмиши которых у меня нет потому что принципе я бы наверное был готов бы иметь себя в коллекции больше одного такого ножа это ножи действительно которые выпускались очень там разными всякими интересными там лимитными версиями довольно таки много у меня есть только такой вот поэтому в принципе предлагайте это любопытно кстати здесь так слову скажу что еще меня очень интересовал бы мини-версия люмовского ножа джайву тоже бенчмэйт есть такой нож если у кого-то завалялось и он бы хотел его на что-то поменять из моей коллекции то наверное я бы тоже рассматривал подобный вариант вот отличный ножик вообще вот просто любовь моя продавать совершенно не хочу то есть потом просто не купишь как бы типа в адекватные деньги это точно совершенно так теперь еще один дружок под компанией бенчмэйт который тоже я считаю что вообще не могу найти причины именно для покупателя для того чтобы как бы у меня вообще как-то выторговывать или выменивать этот нож это бенчмэйт багаут 535 бенчмэйт ну скажем так их просто очень много в продаже цены на эти ножи достаточно адекватные а ножи это очень клёвые то есть на самом деле это прям очень клёвые ножи поэтому наверное за этим ножом не ко мне я совершенно не хочу с ним расставаться это один из моих любимых таких ножей на каждый день которые вот часто бывают у меня на кармане в те времена когда у меня нет каких-либо тестов не звенит в металлоискателе очень удобная геометрия клинка для всяких вот как раз бытовых работ для городского ножа очень легкий в общем очень красивый на мой личный взгляд и так далее и так далее и так далее тоже кстати наверное иногда подумываю о том что я бы ну скажем так имел бы более чем один такой но что только не одинаковые естественно то есть у меня такой есть в принципе не бывает с другого цвета накладками каким-то прочими вещами то есть возможно на какие-то ножи адекватно я бы тоже мог бы разменяться в разме не могли бы участвовать такие ножи еще баг-аут есть у меня еще вот такой вот нож это вильям генри модель е 6.3 ой 6-3 извиняюсь 1945 у меня номер этого ножа на самом деле дичайшие интересные ножи вильям генри то есть я так время от времени сейчас слежу за некоторыми ножевыми барахолками могу сказать так что когда ножи производства вильям генри там появляются улетают буквально за день как я смотрю потому что этих ножей не так чтобы очень много они новые безумно дорогие причем насколько я понимаю вильям генри вот такие относительно дешевые для себя серии этих ножей производить перестали они там сейчас только с кем-то и прям натурально ювелирными украшениями это кроме шуток производится то есть вот этот нож когда он был в продаже стоил по моему новый тысяч двадцать пять наверное это до кризиса было то есть у них нажим по моему дешевле 500 долларов и нет ничего вот собственно у нас сейчас ну так рыночных подают тысяч за 17 18 я смотрю за такие деньги они уходят очень быстро потому что есть видимо люди которые прямо вот разыскивают караулят такие ножи сидят и ждут их с деньгами но я скажу что за эту цену отдать буду не готов подороже вполне может быть как бы нож такой в принципе интересный и это такой действительно реально что здорово сделано джентльменский фолдер сталь на нем d2 если кто не знает у меня есть обзор подробно этого ножа на канале уже довольно таки давно то есть честно скажу что не то чтобы очень хочу с ним расстаться но достаточно редко пользуюсь как бы такой весь момент поэтому ну обмен может быть какой-то интересный действительно или продажа даже в чистую она вполне возможна но предлагайте какие-то деньги ну так скажем побольше чем обычно на рынке стоят за рыночные деньги не хочу отдавать просто не хочу действительно так ножик такой который часто достаточно всплывает у меня в разговорах это брэд зинкер убран траппер на стримах часто не спрашивают про этот нож на самом деле давно уже обладаю этим ножом не вижу с ним никаких проблем и этот нож который мне очень-очень нравится это у меня в данном случае версия от компании беккер по моему самая первая модель вот эти этого ножа которая была ими выпущена сейчас на данный момент урбан трапперов компания беккер выпускает около пяти штук и я иногда думаю начать их коллекционировать чтобы они у меня были разные поэтому в принципе можно разговаривать о том что подобного рода ножи вот кроме вот этого могли бы участвовать каких-то обменах на мои ножи при этом надо сказать что больше самая такая большая хотелка из вот этой серии это буквально несколько месяцев назад компания винаев выпустила тоже версию урбан трапера свою она стоит сейчас что-то денег знаете тактично наверно 18 19 какие-то вот такие приблизительно на них цены ну знаю где купить немножко дешевле но честно говоря в деньги пока покупать совершенно не готов если кто-то хочет на что-то такое разменяться любопытное то наверное вот это тот нож который собственно говоря я бы хотел бы получить тоже по обмену тогда бы наверно у меня началась коллекция зинкеров при этом хочется сказать что на самом деле оригинальные ножи самого брэда зинкера то есть кастомы которые он сам делает они тоже в общем-то имеют ну не то чтобы дешевую но понятную цену типа 500 долларов за нож их можно купить на открытом рынке где-нибудь в сша и честно говоря ну то есть это такое знаете перспективный такой вариант иметь такую прям любопытную коллекцию которую будет увенчивать именно кастом от самого мастера который эти ножи придумал хочет ножи прикольные на мой личный взгляд то есть как бы если ну продавать этот нож деньги я вообще не вижу никакого смысла потому что ребят кому он интересен за деньги просто купить себе новый они не так дорого стоят избавляться совершенно не хочу один из таких любимых но и вот нож от которого в общем-то готов избавиться и даже за какие-то вменяемые деньги но деньги предлагайте сами это сок так авто st 0 5 по моему такого него индекс если не ошибаюсь на самом ножом по моему прям не указан нигде да так и есть то есть указана просто серия так авто алюминиевая рукоять с очень клевым анодированием потому что ножу уже довольно много где-то анодированию хоть бы хны стали aus 8 на клинке это автомат соковский есть вот такой предохранитель него здесь то есть ну в общем знаете это прям прикольные ножи по своему просто как-то вы знаете честно говоря но автоматы вообще в целом наверное немножечко не мое поэтому в итоге вот закончилось это дело тем что я как-то так охладил к этому ложу поэтому готов его за какую-нибудь рыночную цену продать если это интересно или поменять на что-нибудь из того что здесь сегодня было озвучено вполне любопытно и может быть даже и на что-нибудь из того что не было озвучено предложить какой-нибудь интересный вариант так ну и теперь такое завершающая часть этого видео которого наверное надо снимать это вот именно вот так как я и сейчас буду снимать правда надеюсь что фокус не подведет потому что вот он подводит собственно говоря когда начинаешь выкладывать с края ну ладно сейчас он сориентируется не первый раз прямо скажем вот это все находится в кадре но наверное об этом стоит поговорить потому что по факту если вот когда разговор идет про коллекцию прям коллекцию ножей то по крупному надо говорить что коллекция у меня это наверное вот эти ножи хотя у меня это тоже такая коллекция я ими всеми работаю для меня собирается ножей в минтовом состоянии это такое ну лично для меня я этим не занимаюсь то есть такая довольно непонятная для меня логика тех кто так делают но с другой стороны понимаю что каждый любит свое да кто-то марки собирает отрывая их от конвертов которые были присланы а кто-то как бы покупает их филателлистических магазинов в состоянии нового собственно говоря у меня на данный момент есть пять ножей бенчмен гриптилиан которые вы видите в кадре сейчас данный момент едет сейчас ко мне шестой еще один тут я выменил у меня будет еще один 50 гриптилиан 550 извините гриптилиан с накладками от рамиса ахмедова вот надеюсь что сделаю обзор надеюсь что это не последний влага гриптилиан который у меня будет соответственно вы видите то что у меня есть сейчас кадре я рассматриваю другие гриппы в данном случае вот как бы наверное у меня есть такой приоритет я хотел бы чтобы у меня этих ножей было побольше потому что это действительно полноценная коллекция здесь можно говорить что во первых среди собственно производственных ножей компании бенчмит есть довольно большое количество лимиток этот нож салава богу производится с 2001 года то есть ему буквально через там меньше чем через пару лет ему уже будет 20 лет модели вот и как я понимаю заканчивать его производить никто не собирается поэтому здесь можно предлагать какие-то варианты гриппов такие любопытные есть кстати современные версии гриппов от бенчмейт с накладками g10 и стали 20 с 20 си у меня кстати вот этот нож с такой стали скажу так тоже бы рассмотрел наверное е но как бы сразу скажу что по ценам новых ножей я их не воспринимаю то есть я считаю что бенчмейт делает их прям действительно очень дорого а ничего такого на мой личный взгляд в этих ножах нет то есть так просто любопытно для коллекции да я бы на что-нибудь поменялся в общем то но скажу так если вы купили этот нож где-нибудь в магазине тысяч за 17 как его продают то ей богу как бы я его по такой цене на обмен рассматривать не буду потому что я практически все вот эти ножи которые вы видите они все бы у я ни один не купил новым вру вот этот купил новым как бы но у меня уже в эксплуатации достаточно долго вот можно в общем-то в принципе о них разговаривать я на самом деле ножи такого рода себе в коллекцию предпочитаю именно б у потому что на них гораздо более адекватные цены они действительно стоят там порядка 110 примерно 115 долларов их так и продают если они в нормальном состоянии после эксплуатации находятся и собственно говоря вот это та цена из-за которой эти ножи в свое время стали дико популярными на самом-то деле а то что сейчас делает меньше ну на меня лично как-то впечатление особенного такого не производит но для коллекции я бы рассматривала черт подчеркиваю кроме того рассматривал бы бенчмейды с кастомными накладками рассматривал бы такие ножи у которых по каким-то причинам как-то там очень сильно повреждена рукоять потому что в принципе собираюсь заказывать возможно кастомные накладки в которые собственно гарантия наши будут вставлять накладки стоковые мнения особенно нужны тем более что у меня еще на самом деле пара их есть свободных вот то есть тоже могу поставить на нож принципе насколько я понимаю эти ножи как раз технологически так сделано что абсолютно любая модель входит вот в эту вот рукоять производства на везде одинаковые у всех ножей это очень прикольно вот это вот у меня нож с кастомной рукоятью от американской компании WT должен сказать что если не такого же в точности цвета или даже не такой же в точности фактуры то готов рассматривать такие ножи прям с большим интересом к ним отношусь очень такой прикольный вариант на самом деле очень такой хороший на мой личный взгляд вот это у меня нож из какого-то лимитированной версии точно не знаю с какой свое время выпущенной из стали s32 это сейчас она стала являться стандартом в этом году мечмейт заявили что гриптилина не буду выпускать именно с этой стали а в былые времена с s32 таких ножей было не найти вот видите у меня вот такой вот limited edition существует вот этот нож накладки у него сделаны александром пономаренко ну это очень практическая ручная работа на самом деле наверно отдельно поговорим про эти накладки как-нибудь в другой раз вот в принципе интересуют какие-то такие любопытные варианты это у меня гриптилина h2o 551 но версия h2o очень мой такой один из моих самых рабочих ножей наверно в походы с собой беру постоянно использую вот и в принципе ну скажем так есть еще версия с обычной стали вот с такой вот оранжевой рукоятки тоже бы наверное что то подобное рассмотрел бы на обмен если у вас есть такой рабочий нож хотите его сменять на что-нибудь из моей коллекции вот это прям классический 550 гриптилина то есть тот нож которого в общем началась серия как я понимаю 550 спайлер холл сталь 154 7 то здесь все такое достаточно обыкновенно соответственно как бы но тот нож которым едет это тоже 550 грипп поэтому в принципе тоже готов рассматривать и вот у меня есть вот такой вот очень хороший вариант как я считаю грипптилина это с клинком от дуга риттера грипптилина причем клинок здесь из стали m390 то есть в принципе готов рассматривать другие такие ножи с другой стали возможно да сделанных возможно с рукоятями другого цвета там что-то такое или с кастомными рукоятями то есть дуги риттеры очень интересны вообще в принципе наверное рассматривал бы просто сами по себе даже накладки как бы рукоятки какие-то кастомные которые могут меня заинтересовать то есть это прям тоже действительно для меня такой любопытный вариант в общем коллекцию гриппов хочу расширить в свое время вот собрал такое вот дело и знаете как-то не устаю впечатляться и радоваться тому что у меня есть такое количество этих ножей поэтому по всей видимости готов на самые такие интересные варианты обмена этих ножей на вот какие-нибудь еще ножи из этой серии ну собственно друзья то что я вам хотел рассказать рассказал надеюсь что вам это все было интересно большое спасибо за просмотр пока